Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня в рамках расширенной коллегии нам предстоит обсудить результаты работы ФСБ за прошедший период, обозначить приоритеты на перспективу. Но начать хотел бы со слов благодарности сотрудникам службы, которым вместе с коллегами из других ведомств пришлось решать сложные, ответственные, во многом беспрецедентные по масштабу задачи, имея в виду обеспечение безопасности крупнейших международных мероприятий, которые принимала Россия. Это Всемирная универсиада в Казани, встреча глав государства группы 20 в Санкт-Петербурге и, конечно, это зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Эти форумы вызвали большой интерес и внимание, в полной мере способствовали росту международного авторитета нашей страны. Но, как профессионалы, вы также хорошо понимаете, что такие мероприятия неизбежно связаны с повышенным риском. Ошибки, просчёты спецслужб здесь очень дорого обходятся. Прошло более 40 лет, но весь мир помнит о трагедии, которую пережили спортсмены, да и весь мир во время Мюнхенской Олимпиады. Зная мы и о тех угрозах, которые звучали в адрес нашей страны от разного рода террористических и экстремистских группировок, их покровителей, Россию в преддверии этих мероприятий откровенно пытались запугивать и шантажировать. Сегодня уже можно сказать, что выстроенная многоуровневая система обеспечения безопасности Олимпиады и других форумов сработала эффективно. Это заслуга и огромный труд тысяч людей, бойцов антитеррористических подразделений, пограничников, оперативников и аналитиков. Ещё раз спасибо вам за чёткую, надёжную работу, за мужество и профессионализм. Жалко, что здесь нет сегодня человека, который руководил всеми этими мероприятиями в непосредственном месте в Сочи. Он приболел, но и ему тоже отдельное огромное спасибо. Уважаемые коллеги, борьба с терроризмом и экстремизмом остаётся ключевым направлением работы Федеральной службы безопасности. Здесь должны быть сосредоточены все необходимые ресурсы. Ситуация по-прежнему остаётся сложной. Террористическое подполье, несмотря на серьёзные потери, всё ещё сохраняет возможность для совершения террористических актов против мирных жителей. Как это, к огромному сожалению, произошло в конце прошлого года в Волгограде. Экстремистские радикальные группировки пытаются активизировать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и перенести её в другие регионы нашей страны, побольше, в Центральную Россию. Стремятся провоцировать межнациональные и межрелигиозные конфликты. Ведут агрессивную пропаганду среди молодёжи, используя самые современные информационные средства, технологии, включая интернет и социальные сети. Для справки, только за прошлый год была пресечена деятельность более 400 сайтов террористической и радикальной направленности. И такая антиэкстремистская работа в информационном пространстве должна последовательно продолжаться. Важно работать на упреждение, особое внимание уделить выявлению и пресечению каналов финансовой и ресурсной поддержки бандподполья, скрывать его связи с зарубежными террористическими группировками и спонсорами. Так серьёзную озабоченность вызывает тот факт, что некоторые граждане России и государств СНГ, завербованные террористами и радикалами, сегодня принимают участие в боевых действиях в Афганистане, Сирии, других регионах мира. По сути, проходят там террористическую подготовку и идеологическую обработку. Есть все основания полагать, и вы это прекрасно понимаете, что затем они могут быть брошены и против России, против наших соседей по содружеству. Мы должны быть к этому готовы, иметь весь арсенал превентивных мер. В том числе, нужно более эффективно взаимодействовать с партнёрами по линии антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, других организаций. Конечно, должна быть усилена и координирующая роль Национального антитеррористического комитета, что предполагает более эффективное межведомственное взаимодействие, своевременный обмен оперативной информацией правоохранительных органов. При этом хочу подчеркнуть следующий принципиальный момент. Нужно чётко разделять законную оппозиционную общественную деятельность, которая есть в каждом демократическом государстве, и экстремизм, который строится на ненависти, на разжигании национальной и межнациональной социальной розни, на отрицании закона и Конституции. Нужно видеть разницу между цивилизованным оппонированием власти и обслуживанием чужих национальных интересов в ущерб собственной стране. Современное российское законодательство даёт все условия для прозрачной свободной деятельности неправительственных общественных организаций. Но мы никогда не допустим, чтобы они использовались для деструктивных целей, так как это произошло на Украине, когда во многом именно по каналам неправительственных организаций и за рубежа финансировались националистические неонацистские структуры, боевики, ставшие главной ударной силой государственного антиконституционного переворота. Прошу вас особое внимание обратить и на формирование территориальных подразделений ФСБ в новых субъектах Российской Федерации, в Крыму и Севастополе. В том числе перед ними будет стоять задача не допустить проникновения во властную структуру лиц с криминальным прошлым представителей разного рода радикальных и экстремистских течений, словом, тех, кто попытается мешать нормальному развитию Крыма и Севастополя. Уважаемые коллеги, традиционно важнейшим направлением работы ФСБ является контрразведывательная деятельность. Это действительно очень серьёзный боевой участок. Только за прошлый год, благодаря усилиям органов безопасности, была пресечена деятельность 46 кадровых сотрудников спецслужб иностранных государств и их 258 агентов. Обстановка требует существенного повышения качества оперативной аналитической работы. Более эффективными должны стать сами контрразведывательные операции, включая и техническую составляющую. Нужно усиливать защищённость национальных информационных ресурсов, линии связи, баз данных органов власти и управления, содержащих государственную тайну. А мы с вами хорошо знаем, да, собственно говоря, и весь мир уже хорошо знает, что сегодня желающих подслушать чужие секреты достаточно. Добавлю, что в минувшем году было обнаружено и пресечено более 9 миллионов, как выражаются специалисты, целенаправленных воздействий на сайты и информационные системы органов государственной власти Российской Федерации. И нужно быть готовыми к тому, что такие попытки вторгнуться в наше информационное поле, конечно же, будут продолжаться. Значимую роль в обеспечении внутренней и внешней безопасности России играет надёжная охрана государственной границы, работа наших пограничников. Сегодня необходимо совершенствовать уровень технической оснащённости пунктов пропуска, укреплять контакты с Росграницей, Федеральной миграционной службой. В приоритетном порядке нужно продолжить развитие пограничной инфраструктуры в Арктическом регионе, а также на южном стратегическом направлении. Предстоящий вывод международных сил из Афганистана чреват серьёзными рисками дестабилизации для всего Центрально-Азиатского региона, для наших союзников и партнёров. Россия должна быть готова оказать им всю необходимую помощь в охране государственной границы. У нас уже накоплен опыт такой совместной работы. В этой связи хочу высоко оценить взаимодействие российских, белорусских и казахстанских пограничников. Процессы интеграции на евросийском пространстве будут последовательно развиваться. На повестке расширения таможенного союза, выход на ещё более высокий интеграционный уровень создания Европейского экономического союза. Всё это также предъявляет новые требования к сотрудничеству пограничных служб наших государств. Жду от вас и более активной работы по такому направлению, как обеспечение экономической безопасности, борьба с организованной преступностью и коррупцией. Нужно не только вскрывать коррупционные схемы, но и ставить барьеры на пути у тех, кто пытается легализовать незаконно нажитые средства, спрятать их на зарубежных счетах, вложить в недвижимость и другие активы, в том числе и за пределами России. Жду от вас активной работы на данном направлении. И прошу вас полнее использовать граждан стран, которые готовы помогать нам в этой работе. Общественность ждёт результатов на этом направлении. Широкая поддержка общества – важнейшие условия эффективной антикоррупционной борьбы. Уважаемые товарищи, обращаю внимание на важность грамотной кадровой работы. Необходимо постоянно повышать уровень квалификации руководящего и оперативного состава, решительно избавляться от тех, кто скомпрометировал себя, создавать условия для того, чтобы в ряды службы приходила перспективная, грамотная, патриотично настроенная молодёжь. Государство будет и впредь делать всё для укрепления социальной гарантии сотрудников органов безопасности. В 2013 году мы в целом завершили работу по обеспечению личного состава ФСБ постоянным жильём. В ближайшее время будем решать и полностью решим проблему служебного жилья. И новые сотрудники службы будут получать жильё уже в нормальном плановом режиме. В заключение, хотел бы ещё раз поблагодарить личный состав ФСБ за работу. Уверен, вы и дальше будете делать всё необходимое для обеспечения национальных интересов России, для защиты наших граждан. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ